В этом случае вопрос, вот что, если стороны не зарегистрированы вы правой собственности в реестре, тогда что получается? Что получается? Договор просто будет висеть в воздухе, они не исполняют своего обязательства, а что тогда делать? Хорошие, хорошие, Аня, вопрос. А как мы на него будем отвечать? Аня, давайте, отлично. Итак, вопрос, вопрос. У нас заключен договор, мы его подписали, да? Путин составления, описанной формы одного документа, продавец-покупатель, договор купли-продажи недвижимого имущества, квартиры, например, между двумя сторонами. Обе исполнили, в смысле, подписали, да? И не зарегистрировали его, не зарегистрировали. Аня, а вопрос был, что, можно ли этот договор исполнять, или как? Что будет тогда в этом случае, если они не зарегистрировали только от права собственности? Что будет в случае правовые последствия, да? Правовые последствия. Что будет в этом случае? Очень хороший вопрос, очень хороший. Потому что он был долгое время в дискуссии. И сейчас уже тоже ясна тенденция, уже точка, ну, может быть, не совсем точка, ну, похоже на точку, уже что-то стоит. Итак, Анна, скажите мне, как вы считаете, с чего начнем решать вопрос? Вот подумайте. Анна говорит, и все подумайте. Мы его не зарегистрировали. Мы его не зарегистрировали. А давайте представим ситуацию, что фактически передача по акту уже произошла. Ну, как и бывает, да? Фактически акт приема и передачи подписан, передача произошла, уже, собственно говоря, живут люди. А не зарегистрировали. Что? С чего начнем? Не ответ на вопрос, ребята, а с чего начнете? Ну, или, может быть, вы сразу с этого начнете? Давайте, Пану. Ну, нормы найдем, которые... Ну, я просто помню, что в норме четко говорили, что без государственной регистрации невозможен переход права собственности. Нет. Переход права собственности не будет осуществлен. Что за норма? Что за норма? Я не помню, я помню, что она есть. Я статью не помню. Кто помнит? Иван, а что там? Что там? Государственная регистрация, переход права собственности, она недвижимость. Им говорится, что переход права собственности подлежит государственной регистрации. Ну, в целом, еще. Я что хочу добавить? Ну, давайте. Вот, мне кажется, надо начать еще с момента заключения договора. То есть, сначала достигает соглашение между двумя лицами о заключении договора по продажной движенности. Вот один подает другому. Другой принимает. Согласно статье 433, момент заключения договора, договор считается заключенным по второй части после передачи имущества, если это необходимо. А в данном случае это необходимо. Но также, там еще есть часть третья, договор считается заключенным, если он прошел государственную администрацию при необходимости данной процедуры. По рекламу, это не надо, если надо. Не надо. Мы говорили, что вот в этой ситуации, которая не надо регистрации. Значит, для нас подходит ситуация, когда по части второй необходимо передача имущества. Передали, вот мы говорили. Договор считается заключенным для этих лиц, когда было передано имущество именно для этих лиц. Умница. Вот что я хотела услышать? Да, и ссылка еще на 551. Ну давайте, давайте я ее запишу для этих лиц. Да, и с этим вот ссылка на 551. Исполнение договора до государственной администрации права собственности на недвижимое имущество является основанием для изменения отношений с третьими лицами в связи с заключением и исполнением данного договора. Это значит, что на практике карта может применяться. Когда я, допустим, арендую Паше квартиру, сдаю в аренду, и продал вам квартиру, а Паша у меня до сих пор ее нанимает. Но мы еще не зарегистрировали с вами это право собственности, переход права собственности. А значит, это не является основанием для того, чтобы Паша перестал его на квартиру... Наримать. 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 Что? Ну? Ну? Суд обраганчик. Скажите, требования. Преоритетная регистрация. Требования приводительной регистрации. Да. Значит, спасибо, Иван. Вот здорово. Мы... Что я хотела услышать? Цель. Мы почему с вами разбирали? Цель это для чего? Вот этот институт, он вводится для чего? У нас там между вами все, в общем-то, понятно. А этот для чего? Для... Вот чего. Для третьих лиц, как раз таки. Вот об этом вот Иван процитирует. Для отношений с третьими лицами с собственником продолжает оставаться, пока в момент перехода правособственности не зарегистрированы. Для третьих лиц, для отношений с третьими лицами, с собственником, который заключает сделки по распоряжению имуществом, остается Иван. Остается Иван для всех третьих лицов, для всей недвижимости города Москвы. А вот для этих лиц договор фактически исполнен. Ну, в своей части, да? В части передачи имущества. В части передачи... В части передачи... С момента вот они акт подписали, они передали, вступили во владение, они исполняют договор. Анна, вот смотрите, обязательства для них по договору возникли. Они исполняют договор. Они исполняют договор. Более того, у них акт есть, уже живет там, уже может быть даже несет бремя содержания имущества, да? В чем, в частности, если это квартира, то в чем будет выражаться бремя содержания имущества? Оплата жилья. Оплата жилья, да? Коммунальных услуг может уже там, фактически оплачивать коммунальные. Такое может быть. Ну, идти в суд и требовать... Я хотел добавить тут, что... О том, что вы мне сейчас сказали, это связано еще с изменениями от 1 июня в ВК. О, давайте, интересно, что... Вот вам нас радует всегда этой темой и меня в частности. Вот я сказал про момент заключения договора и упомянул третью часть. Какой статьей? 433. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иной не установлено законом. Да? Все, вот эта вот логика, вот она как раз и раскрывается. А зачем нам нужна государственная регистрация? Конечно, в первую очередь она направлена на защиту интересов кредитов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА